Девушки отдыхают Мамин сын Николай не забыл Так, теперь А, и бабушкин внук Правильно Слушай, мы по серьезному делу здесь Значит, там за твоей спиной В метрах тридцати Находится одна уникальная груша Вот Она называется лектер Сейчас послушай меня Я буду говорить для всех Но я хочу, чтобы у тебя в голове Что-то откладывалось Итак, она должна быть сладкая Дегустатором будешь ты Я тебя назначаю Главный дегустатор России Понял? Понял Я и так уже был один день с дегустатором Был А скажи, тебе понравилось то, что ты дегустировал? Да Да? Слушай сюда Вначале общие слова Однажды мне Юрий Алексеевич Слатенков Царство Небеса Мой старинный друг Прислал Черенки груши Но там было довольно странное название То ли Как-то я плохо расшифровал Слово Лектер Лектер Электрик Нет, не пойдет Так вот, слушай дальше Электрик Слушай меня Значит, привил, выросла И дала два урожая На мой взгляд, урожай исключительный Но я о нем ничего не знал Это такая интрига у меня Я ничего про нее не знал Кроме того, что передо мной висят груши Сейчас я зачитаю вот это письмо Так И мы пойдем дегустировать И заодно покажем, как выглядит Дело в том, что я в своем фильме Рассказал о ней Как что-то таинственное И без этого Даже не знаю, правильно ли имя у нее такое Прошло два года И вдруг я получаю письмо От жены Нет, точнее, от друга жены От друга Юлия Латинкова Значит, Алексей и Алексейка Они земляки Они дружили Я дружу с собой И с ним, и с ней И еще с ним Вот И вот вдруг письмо такое неожиданное Почему и фильм родится сейчас Здравствуйте, Валерий Константинович Хотел бы попросить вас снять видео о груши Которое вы назвали именем Латинкова Юлия Кстати, в скобках Имею ли я право называть ее именем Латинкова Юлия? Вот Мне кажется, имею Почему? Сейчас поймете дальше Наверное, она скоро созреет Да, созрела? С ней произошла интересная история И вот Наконец-то я узнал ее историю Я Юрий Алексеевич Получил ее черенок От знакомого садовода Который был в командировке Аж в Японии И там купил садин с этой грушей Это старинный французский сорт Ты меня слушаешь, Саша? Молодец Значит, это старинный французский сорт Но очень нежная на мороз Франция же И Юра ее адаптировал к условиям Урала И в свою очередь поделился черенком с вами Так что теперь у вас саду растет И подносит француженка Я железом от имени Значит Латинкова Груша Латинкова Не откажусь Вот Ну И получается так Из Японии Француженка Сложновато, да? Оставляем за ней имя Юрия Алексеевича Латинкова Расскажите, пожалуйста, в виде Как она у вас себя чувствует Какой у нее вкус Размер Цвет плода Мякоти Сахаристость Кислота Лежкость Летняя или зимняя На ваши ощущения Ну Для того я позвал Вот дегустатора Вот он перед нами Встань А тут не видно головы Вот он дегустатор Так Читаем дальше Значит Груша Летняя Это пока А это скажу Заранее благодарен Алексей Калексей Челябинск П.С Да Еще хотел бы попросить Вас зарезервировать Для нескольких черенков Сливы Ника-2 Понимаю Что это возможно Не ранее ноября До свидания Здоровья Вашим близким знакомым Значит Я обещаю Несколько черенков Сливы Ника-2 При условии Если Если Друг Алексей Напомнишь В ноябре До свидания Здоровья Здоровья Вам Вашим близким знакомым Алексей Калексей Ну что Идем Дегустатор Дегустатор Вот он Перед вами Так Пошли 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 Сегодня Ты у меня съел Самый последний Плотик абрикоса Из-под дерева Правильно? Да Так Идем 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 Ты помнишь Песенку Куда идем Мы с питочком Большой Большой секрет И не расскажем Мы о нем Так Прошел мимо Поворачиваться Итак Груша Которая Имеет странное Название Лектер Получена Из Японии Называется Возможно Француженка Шикарнейшая Вещь Давай так Сделаем Выбираем Ой Уже сколько Лежит Слушай Их придется Собирать Вот чем Хорошо Когда мягкая Трава Да Посмотри Они не разбиваются Гляди Хорошенькая Вон смотри Смотри Хорошенькая Ну давай Пробовать Ну я дегустатор Ты дегустатор Давай Сюда На фоне дерева Иди сюда Вот она На дереве Вот она Хорошая Да Вон 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 Ну а в основном Она вся поделена А вкусно Вкусно Точно Не обманываешь Так Ну на то Дегустатор Тебе можно верить Ах Красота какая Ну давай Теперь разбираться Итак Раскидистая форма А груши Почти все Которые у меня есть Имеют Почти вертикальные Побеги А здесь Раскидистая Вот Видите Вот Листья Вот такие Вот Она абсолютно Здоровая Давай смотреть Видишь Дырок нет Почему Потому что Мы не воюем Помнишь Сегодня я спрашивал Будем кормить Муравьев Мы оставляли Муравьям Самая вкусная Груша Было Да Так вот Абсолютно Здоровые Листья Вот так Выглядят Значит Сахаристость Назовем ее Максимальная Я уже В прошлом году Наился Вот Сахаристость Максимальная Форма Ну Назовем ее Классическая Так Классическая Вот Ну вот Наверху Там Не такая Наверху Не такая Вот упала Сейчас Подняю Слушай Тут уже Сгнило Много Ну Ждали Чего-то Теперь Я пробую Ребята Сама Сладость Да Сладость Она Пополняет Сахар Она Пополняет Мою Высшую Лигу Вопрос Был Кислота Какая Кислота Чистая Сладость Максимальный балл Ставлю Если чего-то Мое мнение стоит Ничего Наверху Ничего Нету Вот она Наверху Раньше созрела Вон они валяются Это как раз Вон видишь Даже перезвельшие Да Даже перезвельшие Помятые Ай Вкуснотища Так Переросты Дед Самые Нижние Вот они Метровые Перросты Дед Дед Одно из Моих Секретов Всему свету Совету Никогда Не отрезайте Нижние скелетные ветки Забудьте Эти советы Абсолютно Не это Отрезать Скелетные ветки Это узаконено Это Бито в голову Миллионам Не надо Если бы я Вот эти ветки Отрежил Чичи Правильно Устами Младенца Теперь Морозостойкость Япония Конечно Климат Наверное Как в нашем Крыму Скорее всего То есть Я не знаю Не был там Вот Только помню Друг Друг Алексейка Для вас Вот они Я их никому Кроме вас Не доверю Они могут вернуться Получив Сибирскую прописку Сибирскую адаптацию Они могут вернуться На Еще больше Принести пользы Челябинску Челябинску Уралу Под именем Груша Латинкова Юрия Алексеевича Благодарю за внимание Продолжение следует...